Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Солмона. Всем шалом, бонжур, хеллоу! Мы продолжаем изучать Мишлей на фейсбуке, в инстаграме. И платформа Воикра старается подобрать лучших преподавателей, дать возможность лучшим преподавателям Торы, вообще просто преподавателям Тора, которые хотят учить, и которые мы старались собрать всех разных направлений, потому что 70 лиц у Торы, и каждый человек, каждый еврей, евреи обязаны учить Тору. Написано, вообще вот я вчера слышал такое сравнение, что евреи без Тора это как рыбы без воды, то есть еврей не может быть без Торы, если он находится в другом каком-то информационном пространстве, он просто задыхается, ломается, и у него все не идет. Вот вчера, например, мне позвонил один мой знакомый, еврей, он бизнесмен, и он все время в бизнесе, он просто вот все время в бизнесе, он супер-мега такой прямо продвинутый бизнесмен. И он, значит, прилетел он в Тиев, и сидел он, сидел он в, то есть у него была очень крупная сумма денег, и в ресторане просто вот так вот оп-оп, и у него это крупную сумму денег украли, незаметно вообще полностью для него, потом на камерах увидели, он ко мне обращался, просил, чтобы я это распространил, хотел даже, чтобы я фильм этот показал, они потом с камер увидели, как просто вот вообще, вот мимо проходит человек, толкнули, упали, здрасте, извините, оп, и у него вытаскивают деньги. Он просил просто, чтобы людей предупредить, как это быстро бывает, даже хотел видео показать. Я ему говорю, а ты знаешь, что... и он говорит, я не понимаю, почему это, почему это произошло, почему это произошло, и я ему говорю, так сейчас же как раз время называется Беном и Царим, Между Теснин, а он даже не знал, что это самое плохое время для еврейского народа, с 17 тому за по 9 ава было разрушены храмы, все, и сейчас самое время такое, которое предназначено для неприятностей, Между Теснин оно называется. Я ему говорю, смотри, видишь, ты же не знал этого всего, и если разбить там эту сумму на 12 месяцев, которые ты не знал, и каждый месяц ты по незнанию совершал много-много ошибок, и сейчас вот в этот вот промежуток как раз все это снялось. Он говорит, да, если так считать, если бы я это знал, то было бы мне намного понятнее, легче. Я бы и сейчас, говорит, в данный момент, в данный момент, может, я бы и сейчас, значит, по-другому себя вел, потому что сейчас как раз такое время, когда убирают от себя, убирают от себя все удовольствия, прям конкретно, убирают от себя все удовольствия, осознанно берут на себя страдания. Вот начинается сегодня вечером Рош Ходыш Ав, это начинается уже жесткое вот это время, самое жесткое, последние 9 дней, с завтрашнего, считайте, сегодняшнего вечера, и по 9 Ава нельзя слушать музыку, нельзя пить вино, нельзя кушать мясо, нельзя мыться даже горячей водой нельзя, мыться надо холодной водой, и как раз, чтобы понимали все, что горячая вода это люксус, горячая вода в доме, это то, за что надо Бога благодарить каждый день по 10 раз, потому что мы привыкли, типа, ну нормально, но это называется быть изнеженным, потому что по факту вода не должна быть горячей, она холодная, понятно? И вот сейчас мы как раз в это время, мы как бы, нельзя там гулять, путешествовать, ходить в опасные места и так далее, то есть нужно очень сильно, очень сильно нужно сейчас предостерегаться, да? Хорошо, друзья, все, а мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, мы находимся сейчас в 19 главе, 19 глава, и значит, мы дошли до 5 отрывка, пятый отрывок, он звучит так, пятый отрывок звучит так, значит, говорит нам царь Соломон следующую вещь, Эдж Карим, свидетель лживый, Лой Накэ, свидетель лживый, он не очистится, В Яфиях Гзавим, Лой Малет, и тот, кто Яфиях Гзавим, значит, Яфиях это как бы выдыхает, Гзавим это пустое и лживое, искаженное, назовем это так, зовим это искаженное, значит, не спасется, давайте полностью сейчас, чтобы было вам понятно, смотрите, значит, есть человек, который свидетель лживый, и он не очистится, значит, человек, когда осознанно свидетельствует на другого человека ложь, то это преступление, то есть он осознанно искажает реальность, он осознанно хочет сделать, принести этим искажениям вред, и он не очистится, значит, то есть будет ему, это обязательно ему вернется, мы знаем, что Бог управляет миром по принципу, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба, все разговоры про карму восточные, они действительно имеют прямое отношение к реальности, то есть реальность устроена так, что, мы учили в Пертьевод, что человек, чтобы не согрешить, должен всегда помнить о трех вещах, айн-руа, то есть глаз видит, ухо слышит, и все твои действия записываются в книгу, все вернется, ни одно действие не останется без последствий, то есть этот мир причин и следствий, сделал хорошее дело, жди награду, сделал плохое дело, жди раздачу, то есть все, так работает мир, поэтому царь Соломон напоминает свидетелю лживому, который свидетельствует против другого человека ложь, значит, он не очистится, то есть он уже запустил процесс, опять же, надо понимать, что есть свидетели лживые, на базе свидетельства которых людей просто убивали, например, в советское время достаточно было написать, что кто-то сказал плохо про Сталина, про партию, про кто-то задумал, вот просто два человека поспорили, один пишет на другого, вот этот вот мой сосед, он сказал, что он собирается, значит, выступить против коммунистической партии, ночью приехали и забрали, был человек и не человека, все, то есть должен знать, тот, кто так сделал, он же вроде никого не убивал, он просто дал ложное свидетельство, он не очистится от этого свидетельства, потому что все, все потом, все тайное становится явным. Теперь есть вторая категория людей, которая называется Яфиах Гзавим, выдыхает, выдыхает лживое, но это не та ложь, которая осознанная ложь, а это та ложь, Гзавим, это искаженное такое, ну, то есть, Шавы Двар Казав, это то, что, вот сейчас я вам приведу пример, что такое выдыхающий Гзавим, Лой Малет, не избежит. Значит, смотрите, вот человек, например, распускает панику про коронавирус, он говорит, вот, все умрут, все умрут, он там, то есть, он, ну, это же вообще не факт, что все умрут, это вообще не факт, что коронавирус опаснее, чем просто грипп, да, от гриппа каждый год умирает 600 тысяч человек, пока месть умерла от коронавируса, примерно столько же, да, там в мире 500, ну, меньше, чем 600, но каждый год умирает от последствий гриппа 600 тысяч в мире, коронавирус уже идет практически, ну, полгода, он получается опаснее, чем обычный грипп, но, опять же, от обычного гриппа последствия не так, может, его учитывали, немного говорят про это, то есть, это не совсем обман, тот, кто распускает панику про коронавирус, но это такие пустые какие-то разговоры, которые приводят к тому, что человек, он впадает в панику, другой человек от его разговора впадает в панику, и он, вот представьте ситуацию, кто-то там напускает панику, другие люди пугаются, у них от этого поднимается давление, они умирают, как вы думаете, тот, кто эту панику распускал, у него есть от этого плюсы в карму, плюсы у него есть на небе, или у него есть минусы, наверное, у него есть минусы, хотя, в принципе, он же не специально это делал, он может даже это делал, он реально сам волновался, боялся, но, тем не менее, тем не менее, царь Саламон не советует, не советует, делиться непроверенными данными, которые могут принести вред другим людям, это был пятый отрывок, пятый отрывок девятнадцатой главы, значит, шестой отрывок, шестой отрывок нам опять переводит нас в коммуникацию, и говорит нам следующую вещь, значит, рабим и халуп не надив, значит, многие, многие и халу, это переводят так, что ищут, ищут, хотят увидеть лицо надива, многие хотят увидеть лицо надива, лицо человека, который помогает, надива это тот, кто помогает бедным, надива это тот, который делает добрые дела, надава это как доброе дело, которое человек делает от чистого сердца, и вот он хочет, это как добровольное пожертвование переводится, теперь многие хотят увидеть человека, который делает добровольные пожертвования, сейчас я вам расскажу, Вот у меня в жизни было интересно, какие все эти события с этим. Веколь арае лейш матан. И все, все близкие приятели для человека матан, человека, который делает подарки. Значит, говорит нам царь Соломон, что есть два типа людей, которые помогают. Первый человек это надив, это тот, кто делает добровольные пожертвования. Это называется надив. Надив это, как перевести на русский, вот надив это тот, кто делает добровольные пожертвования. Значит, а второй называется тот, кто делает всем подарки. Это два типа людей. Есть надив, он выбирает, кому давать, кому не давать. Я помню, когда-то я был один из, в начале, в самом один из там буквально первых, я назывался директор по развитию, Талдоти Шурун. Есть такая огромная организация, которая является самая большая организация на русскоязычном пространстве, распространяющая Тору. Такая прямо, это ученики Рава Иска Казильбера, ее основали. Рав Авром Коин, Рав Игуда Иуда Аврех. Я был как раз их директор по развитию в начале. И я для того, чтобы развивать эту организацию, я ездил в Америку, потому что в Америке есть очень много религиозных, богатых евреев, которые помогают прямо четко. Каждый месяц отдают, каждый год отдают 10% своих заработков. И так как зарабатывают они много, то это огромные суммы. То есть, огромные суммы они просто распределяют на благотворительность. И те еврейские организации из Израиля, которые хотели, им нужны были деньги, значит, ездили в Америку. И вот я ездил в Америку, находил вот этих вот людей, которые жертвовали деньги, и им рассказывал о наших планах. И они, кто-то давал деньги, кто-то давал больше, кто-то меньше. Это называется надевим. То есть, они проверяли, конкретно проверяли, вот ты приходишь, вначале ты должен прийти к раввину их американскому, чтобы у него получить документ, что он проверил, что да, есть такая организация. Теперь, потом ты к нему приходишь, рассказываешь ему подробно, зачем тебе деньги, для чего деньги, куда вы их собираетесь потратить, и на какие проекты. И он сидит и решает, дать тебе деньги или не дать деньги. Это называется надев, да, он помогает только бедным. И поэтому многие, они стремятся к нему прийти. Но он, вот этот вот надев, он общается обычно только с теми людьми, которым нужна его помощь. То есть, его окружают те люди, которые пытаются ему доказать, что нужна помощь бедные, нуждающиеся и так далее. Теперь есть другая ситуация, это называется человек Ишматан, человек, который всем делает подарки. Был такой один из людей, кого я знал, помогал и до сих пор очень сильно уважаю, это Александр Борисович Фельдман. Он в Харькове живет, он сделал Фельдман Экопарк. Те, кто живут в Украине, знают, что он сделал огромный экопарк, в котором собрал животных со всего мира. И вход бесплатный, заходи, играйся, пользуйся, то есть полностью бесплатный вход. Огромный экопарк Александра Борисовича Фельдмана. И он как раз относится к категории Ишматан, то есть человек, который делает подарки. Он не только бедным, он всем делает подарки. То есть, он вот заходил в гостиницу, еще куда-то, вот он всем делал подарки вокруг, все вокруг. То есть, вообще, бедный, богатый, мужчина, женщина, добрый. То есть, он реально такой человек подарков, да. Теперь говорится, что вы, Коль, все приятели для человека подарков. То есть, так устроено, мы уже учили, кстати, насчет вот этого аспекта приятельства, что приятельство построено на эгоизме, на личном удовольствии. Самая большая любовь у человека, это любовь к себе. И каждому, вот тут прямо написано, каждый становится приятелем для человека, который, вот он добрый такой, он всем раздает. Мы учили, что приятели эти, они до какого момента, помните? Он, Юсиф, Раим, Рабим, в четвертом отрывке мы учили. Имущество добавляет приятелей много. Вейдаль, бедный, обедневший, Мирео и Парет, он от этих всех приятелей отдаляется. Как только у человека нет денег, приятели исчезают. Друзья, друг, нас царь Солмон научил, это очень глубокая идея, что друг может быть один, в друга надо вкладывать, с другом надо общаться. И друг, это как, там, жена вот должна быть одна, так же и друг, он один, потому что если у тебя их много, то ты не успеваешь им уделять внимание. И каждый из них думает, что, а, я для него значу, там, если у человека есть 10 друзей, значит, каждый себя оценивает, что я на 10% его друг. А та мера, которую человек меряет, меряют ему. Получается, если я на 10% друг его, значит, он на 10% друг мой. Если я на 100% друг его, то значит, он, как маем по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает сердце другого человека. Понимаете, как это работает? То есть, если у меня друг один, и я на 100% ему преданный, то тогда я могу рассчитывать, что его отношение ко мне будет таким же. Но если я к нему отношусь, что он у меня друг только на 10%, значит, я от него могу получить дружбу, какую? Тоже только на 10%. Понятно, да, идея? А если он мне дает дружбу на 100%, а я ему отдаю только на 10%, тогда ему тоже будет неприятно, потому что если он отдает на 100%, а получает на 10%, тогда у него будет ощущение, что я ему не додаю, и тоже он не будет другом. Это очень такая глубокая мысль, которую я нигде, в принципе, не встречал до этого. Разделение между друзьями и приятелями, и как эта штука работает. Теперь давайте подведем итог сегодняшний, что мы узнали. Значит, первое, что мы узнали, вот этот вот аспект надева. То есть, тот, кто делает добровольное приношение, да, он обычно все равно ищет и выбирает. Сейчас я вам расскажу интересную историю, которую я слышал на эту тему. Когда-то было в Иерусалиме, где-то около ста лет назад, было два таких самых больших надева. Надив это вот, например, Ротшильд был надев, да, то есть Ротшильд построил целый город Зикрон-Яаков в память о своем отце, и Эдмонд его звали Ротшильд, он был надев, и прямо называется Ганна-надив. Построили там огромный парк в память о Ротшильде, это сад вот этого надева. А в Иерусалиме было два надева, которые больше всех жертвовали. И эти надевы, они жертвовали на бедных, то есть, и как они думали помочь бедным, была очень большая проблема с жильем. И они оба строили дома, давали им людям, где жить. Самая большая благотворительность, это дать работу, чтобы человек, он зарабатывал, и у него не было вот этого внутреннего стыда, что он живет на подаянии. То есть, самая большая благотворительность, если вы хотите кому-то помочь, то дайте ему работу, помогите ему заработать, чтобы он не чувствовал себя, себя, как бы, как сказать, ну, не чувствовал себя неудобно. Это самая большая благотворительность, дать человеку работу. Теперь, значит, вот эти два человека, они были надевы, они строили дома, они помогали. И вот они как-то встретились, и один другому говорит, знаешь, говорит, не помню, как их звали, знаешь, говорит, там, там, рэп такой-то, вот мы с тобой помогаем, мы с тобой надевы такие, да, мы много делаем, но у меня заслуга больше на небе, это 100%, у меня заслуга больше, чем у тебя. Тот ему говорит, как это так, почему, ты что, больше меня строишь? Нет, я больше тебя строю. Ты больше меня даешь? Нет, я больше тебя даю. Почему у тебя заслуга больше? А он ему говорит, а потому говорит, что ты человек добрый и хороший, и тебе давать в удовольствие. Ты когда даешь, ты получаешь удовольствие, значит, что у тебя за это никакой награды нету. Ты делаешь, потому что ты добрый человек, ты не можешь видеть вот этих вот бедных, Тебе прямо хочется каждому из них помочь. Ты это делаешь вот такой с радостью. А я, он говорит, я человек жадный, я человек скупой. Я когда даю деньги, у меня каждый раз я как будто бы пальцы себе обрезаю. Он говорит так, но я даю почти столько же, сколько и ты. Поэтому награда, говорит, у меня больше на небе, потому что Бог видит, насколько я это делаю, насколько мне это тяжело делать. Я это делаю только потому, что это заповедь Бога. И Бог сказал так делать, и я борюсь со своим злым началом, борюсь со своим вот этим вот животной, своей натурой, которая говорит только себе забрать, только не помогать, только себе все. И говорит, поэтому награда у меня больше, потому что чем больше страданий, тем больше награда. Липум, цара, агро, это мы учили в Перте, а вот, чем больше страдания, когда человек выполняет заповедь, тем больше ему награда с неба, потому что все в этом мире очень работает четко, как весы. Понятно, да? Когда, как только книга будет уже готова, вся эта страница, Наталья Долмер задает хороший вопрос. Я сделаю обязательно страничку красивую. Можно будет сделать предзаказ. Я думаю, с Божьей помощью я постараюсь, приложу все усилия, без обеда, в этом году издать двухтомник Мишлей, потому что мы уже почти заканчиваем. Это уже второй цикл, у меня почти все написано. Я постараюсь сделать красивую, удобную книгу, чтобы всем было хорошо. Все, дорогие друзья, значит, сделайте свой вывод. Очень важно, когда мы учим, не просто услышать и понять, а услышать, понять, запомнить и применить. Это прямо в Перте по учению отцов так было написано, что тот, кто ломет, тот, кто учит альманат лиламет, тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают лельмот в лиламет, учить и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы выполнять, чтобы делать, тому с неба помогут лельмот лиламет, учить и обучать. Лишмор, все это запомнить Веля Асот и делать Поэтому сделайте выводы и сделайте Какое-то действие, которое вот из этого Следует, дайте кому-то подарки Помогите кому-то нуждающемуся И Меньше-меньше паните Меньше свидетельства лживого И меньше Выдыхать, делиться непроверенной информацией Все, желаю всем удачи, успехов Хорошего, прекрасного дня Здоровья, счастья, благополучия И самое главное Это от духовного роста Присоединиться к Всевышнему Все, всем пока, удачи, успехов